Всем привет, друзья мои дорогие! Исходя из своих последних видео, я понял, что некоторые самогонщики, особенно начинающие, которые только что хотят купить или уже купили оборудование, они не понимают, как вообще работает узел отбора по жидкости на данном аппарате Люксталь 6, потому как в комментариях мне задают по этому поводу очень много вопросов. Я этот аппарат погонял уже в разных режимах, кстати, вверху будет подсказка на видео, можете посмотреть, там ректификация, там идет дистилляция, в общем, кому интересно, посмотрите. И чтобы развеять, так сказать, все мифы, все сомнения, и чтобы больше не возникало вопросов, но хотя, если все-таки вопросы возникнут, пишите, пожалуйста, внизу в комментариях, я постараюсь ответить каждому. И, в принципе, кого заинтересует данный аппарат, ссылочка будет тоже внизу под видео в описании, на данный момент, на сегодняшнее число, ну, как по мне, это лучший вариант по цене, по качеству, тем более доставка по России бесплатная, вообще два пальца вверх. Итак, давайте все же рассмотрим строение узла отбора по жидкости и как он работает. Для работы в режиме отбора по жидкости собираем аппарат в данной комплектации. Естественно, изначально идет куб, в моем случае это 50-литровый, далее идет царга, узел отбора, дефлегматор здесь выполняет роль до охладителя, коленопереход и теплообменник, который стоит строго вертикально, но также можно его и наклонить, если у вас не позволяет высота потолков. Итак, давайте все же остановимся на узле отбора. Инновация данной технологии, которая присутствует в этом аппарате в Люксталь 6, это то, что в качестве до охладителя используется дефлегматор, который подключается через вот такой вот переходничок. Все это крупным планом я покажу вам чуть-чуть позже. Далее у нас идет игольчатый кран, который установлен уже изначально, вам устанавливать его не надо, который установлен вот на эту трубочку, которая идет именно из угла, именно из узла отбора. И здесь у нас трубочка перелива. У многих этой трубочки нет вообще, у некоторых эта трубочка выполнена из нержавейки, здесь она выполнена из прозрачного силиконового шланга. По этой трубочке возникает достаточно много вопросов, зачем она нужна, для чего. Я, в принципе, в своих видео оглашал уже это, ну, возможно, кто-то не видел, сейчас я повторюсь, все объясню. Весь смысл жидкостного отбора в том, что пар у нас поступает по царге вверх, в теплообменнике он конденсируется и в виде флегмы стекает вниз. Одна часть стекает в царгу, дабы происходил тепломассообмен, и другая часть у нас идет в отбор. Для этого нам и нужен узел отбора. Устройство узла отбора внутри крупным планом я покажу чуть позже. По поводу флегмового числа, ну, в принципе, как обычно, принято, что флегмовое число равно примерно трём, это значит, мы должны в отбор пустить одну часть флегмы и три части флегмы пустить обратно в царгу для тепломассообмена, дабы не нарушать процесс разделения фракций. Ну, если кому-то будет об этом интересно поговорить и углубиться, я могу снять отдельный материал. Сейчас смотрим именно вот эту трубочку перелива. Для чего она нам нужна? Она нам нужна для контроля захлёба колонны. Как известно, колонна более эффективно работает на своем пределе, то бишь в предзахлёбном состоянии. И для того, чтобы отследить вот это предзахлёбное состояние, нам нужен диоптер. Ну, диоптер – это лишний девайс, это лишние деньги. Здесь применена вот такая вот простейшая технология. Она простейшая, но в то же время она очень функциональная. Я вам расскажу на своем примере. Я ставлю аппарат, включаю 2000 Вт на индукционной плите. Идёт разгон, начинается расти температура, подымается флегма, идёт конденсация, и мы видим, как вот по этой трубочке идёт возврат флегмы. А возврат флегмы у нас идёт в центр царги, потому что эта трубочка сделана вот таким образом. Вот так и загнута вниз, именно по центру. И мы видим, что флегма занимает половину вот этой трубочки. Вот очень видно, как хорошо, как она течёт. И половина вот этой трубочки. Всё прекрасно, всё замечательно. Колонна работает, 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 и трубочка начинает вот это полностью заполняться флегмой. И я уже вижу, что она полностью заполнена флегмой. И колонна начинает издавать такие булькающие звуки. А это значит, что начинается захлёб, друзья мои. И вот этот захлёб мы видим, что трубочка переполнилась флегмой. Всё, мы не видим, как она течёт. Она просто полностью заполнена флегмой. Здесь вот у нас получается уже везде флегма. Если мы это дело прозеваем, флегма пойдёт дальше в теплообменник. Пара её выдавит, и произойдёт выплеск флегмы. Теперь мы должны убавить мощность до такой степени, чтобы флегма была, к примеру, посередине трубочки. Вот такой поток здесь шёл. Это, в принципе, будет ваше предзахлёбное состояние. Но убавлять можно, допустим, процентов по 10. Ну, смотря у кого какая плита. Вот я, допустим, убавляю. У меня мощность плиты прибавляется и убавляется на 200. Так что я убавляю на 200, смотрю. Если захлёб не уходит ещё на 200, это всё очень просто. И вот, не имея диоптера, не переплачивая деньги за диоптер, вот по вот этой трубочке мы прекрасно с вами контролируем, какой у нас поток флегмы. Есть ли у нас захлёб или нет у нас с вами захлёба. Всё достаточно просто вообще. Нет никаких совершенно проблем. Итак, что же у нас получается? У нас идёт испарение из куба. Подымается пар. В царге стоит насадка. Пар подымается по насадке и в нашем с вами теплообменнике он конденсируется и в виде флегмы стекает обратно. И здесь он в царге встречается с паром. И здесь в царге, вот на насадке, происходит тепломассообмен и разделение фракций. Но, когда флегмы очень много и давление пара велико, пар постепенно начинает флегму выдавливать. Выдавливает выше, 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 выше. И если этот процесс не проконтролировать, флегма пойдёт в теплообменник и будет выброс. Это называется захлёб колонны. Вот этот захлёб нам и помогает проконтролировать вот эта маленькая силиконовая трубочка. Всё очень просто, нет совершенно никаких проблем. Да, колонна комплектуется двумя носиками. Один носик у нас идёт с связью с атмосферой, трубочка ТСА. Я вот смотрю по видео, многие путают. Вот один носик у нас идёт вот такой. Трубочка отбора и трубочка ТСА. Вот этот носик не надо ставить вверх. Когда у вас идёт жидкостный отбор и теплообменник стоит строго, у вас, допустим, там вертикально, в общем, задран вверх, вот эта трубочка у вас должна стоять на дефлегматоре, который используется в качестве доохладителя. А вверху... А вверху... Мы ставим... Вот такой вот носик. Просто получается заглушечка с трубочкой связи с атмосферой. Всё. Вот этот мы ставим вверх. Так. Ну, давайте сейчас я разберу и будем потихонечку посмотреть, что же мы имеем. Так, ну, я думаю, тут смысла нету. О! Вода ещё внутри от работы осталась. Я думаю, смысла тут особого нету показывать весь аппарат, потому как я о нём уже и показывал, и рассказывал. Сегодня мы конкретно по узлу отбора разговариваем. Вот этот переход у нас пустой, в нём ничего нет. так. Сейчас узел снимем. Так, ну и, наверное, дефлегматор я отсюда тоже сниму, чтобы показать вам переходничок. Дефлегматор, ну, вот он, тот же самый, тот же самый люкставиловский дефлегматор. Вот так выглядит переходничок. Видите, здесь есть кантик для прокладки. Соединяется он маленьким клампом. Вот она прокладочка маленькая. И с другой стороны тоже такой идёт переходничок с кантиком под прокладочку. Ещё некоторые люди задают вопрос по поводу дефлегматора, который используется в качестве до охладителя, что он неэффективен в данном варианте, что он полностью не используется. Как здесь? Так как здесь одна трубочка, она смещена от центра и весь дефлегматор в этом моменте не задействован в работу. А его, друзья мои, и не нужно полностью задействовать в работу. Потому как отбор идёт, ну, к примеру, там, литр-полтора и двух-трёх трубочек справится с охлаждением вот такой скорости отбора. Это за глаза, просто за глаза совершенно не нужно использовать дефлегматор в своём полном объёме. Так что здесь в данном варианте, когда собрано, получается две или три трубочки задействованы. Этого вот так хватает просто. Запас огромен ещё. Давайте же посмотрим, что у нас внутри. Так, вот в таком варианте идёт в упаковке узел отбора. Вот так вот он собран. Вам ничего здесь крутить, прикручивать не нужно. Хотя, если вдруг когда-то у вас там что-то случится с игольчатым краном, вы можете прекрасно его открутить, выбросить и поставить новый. Здесь также такой вот переходничок. Внутри узел отбора у нас выглядит вот так вот полочка и отверстие, в которое вварен вот эта вот трубка. Здесь идёт трубка перелива и с этой стороны она загнута таким образом, чтобы флегма стекала именно по центру царги, чтобы шла флегма именно по всей насадке. Если вот этой трубочки нет, центровой, то флегма будет течь беспорядочно и в основном по краям, по стенкам, что не есть хорошо, потому как весь тепломассообмен происходит именно насадки и нам важно, чтобы насадка вся полностью орошалась флегмой. Да, друзья мои, обязательно утепляйте царгу, дабы не образовывалась так называемая дикая флегма от воздушной дефлегмации. Это нам совершенно не нужно, это нарушает процессы тепломассообмена. Так что обязательно утепляйте царгу. Это недорого, но очень и очень эффективно. Ещё здесь врезан штуцер зажимной под термометр. Кстати, тоже некоторые говорят, вот эти штуцера плохи тем, что они сквозные и без термометра невозможно использовать узел отбора, так как отсюда будет сифонить пар. ну смотрите, откручиваете здесь верхнюю гаечку, внутри вот такой вот маленький ниппель. Если вы хотите использовать узел отбора в каком-то варианте без термометра, вы можете просто вот эту гаечку, которая затягивает вот этот ниппель, да, вы можете открутить внутрь вместо этого ниппеля, поставить маленький силиконовый стерженек или прокладочку, вырезать из силиконового шланга и затянуть вот эту гаечку и в принципе все. Нет никаких проблем, хотя зачем это, какие проблемы, если даже вам не нужен термометр, вам не нужны показания термометра, но вы его поставьте, ну и просто не включайте, не смотрите. Я совершенно не вижу в этом никаких проблем. Вообще, почему так сказать производитель именно пришел вот к такому варианту, по-моему. Потому как вот эта конструкция довольно-таки простая и эффективна и исключает использование диоптера. диоптер это лишняя запчасть, лишний девайс, который стоит денег и естественно удорожит комплектацию, удорожит нашу итоговую конструкцию. Так что я считаю вполне, вполне вот эта работоспособная вещь. Тем более такие вот трубочки используются в колоннах типа примотора. Тоже вот такие вот силиконовые трубочки, по которым контролируется перелив флегмы, захлеб колонны. ребята наверное уже в принципе рассказал все именно по этой теме. Если опять же останутся какие-то вопросы, пожалуйста пишите в комментариях, я постараюсь ответить на все. Далее еще буду снимать видео по самым наболевшим вопросам. Игольчатый экран кстати очень очень тонкой регулировки настраиваются просто элементарно можно добиться прям вообще там именно капля в секунду если вам надо совершенно без проблем все прекрасно все замечательно нет совершенно никаких проблем. Но сейчас я покажу вам все поближе. Ну вот давайте посмотрим поближе вот такая вот сварка вот так вот устроена внутри полочка по идее все очень просто и незамысловато поэтому работать на таком узле нет никаких проблем. Здесь вот вот она трубочка перелива которая по центру идет вот он наш силиконовый шланг все замечательно все великолепно так и еще что я хотел показать поближе это вот этот переходничок в котором выполнены вот такие канавки под прокладку то некоторые просто спрашивали тоже а как там переходник он гладкий может из-под него сифонить будет нет ничего сифонить не будет потому что здесь сделаны канавки под прокладку все замечательно и смещен он от центра так что по узлу отбора я думаю больше вопросов быть не должно уже все рассказал все разжевал дальше некуда совершенно но если будут какие-то вопросы не стесняйтесь пишите я человек общительный в принципе все расскажу что знаю расскажу что не знаю узнаю и тоже расскажу друзья мои ну что ж ребят вот такой замечательный узел отбора по жидкости работать на нем одно удовольствие кто по жидкости еще не работает и не работал я вам советую отлично вообще прекрасно стабильно и замечательно красота нет слов одни эмоции великолепно все мне очень нравится все друзья мои я говорю вам до свидания до новых встреч с вами был Витальсон все ссылочки в описании под видео проходите смотрите покупайте приобретайте всем пока дорогие мои друзья два пальца вверх быть добру до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...